попилить мы уже попилили кусты постригли мы еще не косили травы не косили а травы у нас вон сейчас для этого у нас есть вот такая машинка травокосилка тоже самое аккумуляторная работает с тем же самым аккумулятором выглядит как космический корабль комплектуется эта машина у нас в основном компания работает на потребителей комплектация идет двойная то есть леска для кашения скажем так мягкой травы и в комплекте есть 3 опасной диск ну в последующем мы можем рассказать показать как он устанавливается но самое интересное что эта машинка не боится влаги хотя на аккумулятор то есть даже в дождь можно понять серую траву теперь меня не отверстишься да как вы думаете где двигатель в эти косы энергия ветра ну аккумулятор понятно сюда ставится вы не говорите что вот там да ладно вот в этой маленькой штучки безщеточный двигатель ничего себе она же просто тереться нечему и самое интересное что с помощью этой машинки можно можно осуществлять работу посмотрите вот мы включили нажимаем обратите внимание куда вращаются в каком сторону по часовой я нажимаю вот здесь вот волшебную клавишу вы можете во время работы решать куда какую сторону должна лечить трава на дорожку или обратно на газор мы знаем о чем мы смеемся и точно так же как и у остальной техники здесь некий режим вот смотрите я сейчас нажму обычный режим вот нажал кнопочку это так вы можете косить невысокую траву не густую экономию энергию аккумулятора но как только машина попадает на более густую траву она самая она автоматически переключается на умная техника друзья видите решает сама какая перед ней преграда и в общем лифте переключает режим на что а это еще не все вы видите на мне в подвесках до ну да вот это вот самая сбруя решая с помощью нее вы решаете много чтобы у вас не устала спина чтобы у вас не устали руки сбруя регулируется конкретно под каждого человека который работает в косирке то есть в данном случае я вот регулирую вот ее под себя а давайте срегулируем под меня я должна вот таким образом я просто объясню принцип вот это вот до защелка должна находиться на уровне примерно солнечного сплетения и в то же время видите за не да они должны группа против друга тем самым вы разгружаете свои руки идет равномерная нагрузка на оба плеча и легче работать у меня конечно талии нет но есть косточка у каждого человека разная длина между пальцами прикладываешь к косточке вот на этом расстоянии должен висеть быть крючок находиться поэтому вот у меня видите да я выбираю режим вот вешаю эту косинку вот в этом я могу косить то есть у меня руки только направляю и больше ничего я не держу ее она держится на этой самой сбруи фиксируется рукоятки как вы видите сдвинуты максимально влево они регулируемые почему максимально влево мне очень чудно и я иногда останавливаюсь когда кто-то косит и у него рукоятки сдвинуты куда-то или по центру во первых ось человека и ось в данном случае не редуктор а двигатель должны находиться на одной прямой чем вы облегчаете себе работу работа вы немножечко так покачиваете значит если вы работаете леской небольшие такие тонкости вправо вы чуть-чуть наклоняете влево как на мотоцикле вот таким образом теперь вернемся вот смотрите контр нож он обрезает излишнюю леску здесь стоит доловочка полуавтомат что значит полуавтомат когда у вас изнашиваются вот эти усы лески вы набираете обороты и вот этой штукой шлепаете о землю и она автоматически вот смотрите я нажал раз и она выскакивает до тех пор пока она там не закончится чтобы ее поменять леску очень просто разбирается вот таким образом видите вот она шпирт да а там лески ой 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 работайте работайте наматывается она вот указатель видите делается пополам например пять метров вы отмеряете пополам сгибаете одну сторону сантиметров на 10-15 больше потому что будет разница и вот таким образом в два ручья видите вот в двух ручья леска наматывается обратно заверните что ж я так зря да расходы конечно теперь экономно для того чтобы заменить триммерную головку на нож на диск с трех упаковок мы делаем что нажимаем на эту синюю пинточку повернули и теперь ее надо снять вот таким образом сняли вот вот такая вот вертолетная практически вот это все в комплекте у нас идет что мы делаем нам надо отвернуть вот эту вот шляпу резьба здесь обратная вот это логично хотя она же имеет и туда и сюда вращается и по часовой и против часовой сейчас мы посмотрим поэтому нелогично обратно это ну да она же и туда и туда может крутиться видите вот откручивают по часовой и гаечка самоклон тащить рук может не вот ч.. так много труда блог ç очень бурьян такой нет для деревьев есть тоже такие травокоселки называются кусторез это профессионально один в один лишь там другой немножко механизм другие ножи другая мощность бензиновые ну что мы надели на меня вот прикрою прекрасную сброю доспехи давайте цеплять агрегат низковато не с кого-то давайте попробуйте еще раз приложить прям хорошо на ладошку нацел пошла ой ушла ведь и делать такое важное ты чую чую все да ну что вот туда на тропу войны лбу пойдемте подождите я сначала переступлю отойдите я еще не опытный ну давайте вот эту эту исправим нажимаю это будет здесь не надо вот сюда вот так вот так и не нажимаем и нажимаем вот так и не нажимаем ну что я могу сказать все таки это довольно просто действительно ну как бы все оборудование очень комфортно держать потому что держит его мой торс не побоюсь этого слова не мои руки не ноги единственная конечно рекомендация в шортах это делать не совсем правильно потому что летит трава это не очень комфортно все остальное вот